Далеко Он далеко ему сюда своим путем, Но все, кто сердцем молодым, Стоят печью плечом. Ну и что дальше? А дальше они куда не пойдут. Девочки! Уже нахватались. Хорошо, и... Дяденька, не засоряйте русские языки. Грушку пива выпили, а шум подняли на весь город. А кто шумел? Кто шумел? Курортники! Где ваш режим? А мы не курортники. Мы сегодня в школу оходитесь. Вот нас поздравить можно. Ах, промокашки! Т欢! Тихо Prophet Ну насколько шумел! Наши северы, Ох, хе-хе-хе-хе-хе! Улыбнь от спокойных кораблей, Как дом родной они пришли со всех концов земли. Нас поддут друзья, мы рады без конца Открыты и при двери сердца А трудно водить такую машину Кому как Субтитры подогнали Симон Кому как 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 Кую Кому как Собank Троллейбус Кам К prove Передай, пожалуйста, государству. Сдачи не будет. От государства не требуется. Не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Нет. Тогда сдачу жертвую водителю на чай. На что жертвуете? На духи. Жульетта. Ку-ку. Ну, здесь, да мона. Пардон. Может быть, попросить? Останови машину и открой дверь. Приехали, да? Приехали. Скажите, а предыдущая остановка была? Была. Я маленький ебут. Осторожнее. Я маленькая болезнина. Полезина. Полезина. Стимул есть не подвести свету. Что, уже начали обзор? Нет, товарищ пока готовится. Одну минутку. Товарищи, сейчас мы узнаем самые свежие новости. Кирюшин, на какой день назначена свадьба? Я спрашиваю, на какой? На субботу. Сообщить в ТАСС или объявить по радио. Ну не тяни, давай докладывай. Давай. Уважаемые дамы и господа. Ребята, ну чего я буду докладывать? Вы же все газеты читаете. Семен. На саратовской ГЭС вступила в строй уникальная турбина. Диаметр колеса 10,3 метра. Это самое крупное колесо из всех отечественных и зарубежных. Считали. В Москве совсем недавно открылся третий международный кинофестиваль. Лолита Торрес требует у жюри адрес Кирюшина. Занят. Семен, ты можешь серьезнее? Могу. Дела зарубежные. В Индии в штате Бихор в результате наводнения осталось без крови 150 тысяч человек. Полностью уничтожен урожай. Да. Не весело. Есть предложение, ребята. Отработать смену сверхурочно в пользу пострадавших. Приня не будет. А вот новости повеселее. Гавана. Кубинский народ торжественно празднует десятую годовщину национального восстания. Представляете, ребята, что сейчас творится на улицах Гаваны, а? Хорошо бы по этим улицам пройтись. Есть предложение. Принять участие в праздничной демонстрации, не меняя маршрута. А? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Башмак сорвался! Сами разберутся! Держи! Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо, милый! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Если не просплюсь! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Павел! Здравствуй! А почему так поздно? Хотела узнать, сколько ты можешь ждать. Я мог бы ждать, сколько угодно. Если бы я знал, что ты придешь. И не считал бы минуты? Нет. Странно. Ты так дорожишь каждой секундой. Даже в троллейбусе устраиваешь мероприятия. Но ведь ты же знаешь, сколько мы в нем времени проводим. А сколько я в нем провожу? Да ну, ты же работаешь. Создают ценности. Только вот еще не знаю, какие. Материальные или духовные. Уйду. Буду учиться. Ну, зачем же уходить? Можно работать и учиться. Вот ты говоришь, ценности. Ты знаешь, Светка, я не знаю, как тебе это сказать, но ты нам всем очень нужна. Всем. Тогда почему же никто, кроме тебя, не назначает мне свиданий? Ну, потому что... Я не могу тебе это сказать. Я не должен был приходить. Мы хотели, понимаешь? Вы хотели. А что я хочу? Вас никого не интересует? Я и пришел, чтобы узнать это. Я и пришел, чтобы узнать это. Ну что, так и будем молчать? А что, время уже кончилось? Пойдем. Хороший вечер на Рейде. Любимый город может спать спокойно. Да вот, ребята, случайно встретились. Средь шумного бала, случайно. Да, случайно. Света. Мы же случайно встретились. До свидания. Обрадовались. Огорчились. Что делать нечего? Кто это придумал? Ты. Ты все это придумал. Мы же только голосовали за... Ежели тебе не под силу, Павлуша, мы можем переголосовать. Только всем коллективам. Демократия. Девести третий выход. Здрасте, Клавочка. Здрасте. Маршрут восьмой. Выход двести тринадцатый. Маршрут тринадцатый. Ну и везешь мне, ребята. Да ничего, да я. Девять восьмой, везелый Сядь Микошин. И не в одном глазу, Клавочка. Завязал. Давай, давай, Света. Ребята, пожалуйста. А это что за привилегии? Постоять трудно. Выход 201, маршрут 2. Могла бы постоять. Молода еще. Это с годами проходит. Здравствуй, Света, открой! Света, открой! Свет, путь, друг, довези, а? Может, подойдет еще? Подожди, мало. Не могу. О чем задумался бригадир? А вот думаю, человек человеку друг, а пассажир пассажиру кто? А к чему это-то вдруг? А вдруг вам на заводе помощь понадобилась? Ну? Так разве бы мы отказали? Без подхода можешь? Могу. Давай. Маршрут у нас один. Дело, в общем, тоже одно, а мы не управляемся. Нам послезавтра дом подкладку сдавать. Не сдадим, все дело насмарку. А что, много осталось? Да нет, там колодцы, траншеи. Если бы две бригады за одно воскресенье управились бы. Ой, хитер мужик, ой, хитер. Под стандартный блочный дом моральный фундамент подвел. Ну, слушай, Павлуша, в общем, придется вырываться из сладких объятий воскресного сна. Ты можешь не вырываться. Юмор понимать надо. Ну что, ребят, учтем их заявку? Учтем их обещание. Сделать ремонт общежития. Новая! Новая. 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 Минуточку, минуточку. Вы как? Через переднюю площадку. Не нарушайте правила. Остановите талибус, мне выйти надо. Не имею права. Да выпусти ты его, Светлана. Пускай идет. Салют. Счастливо. Пока. Что в делах? Я узнал о том парнишке, о Чумакове. На работу не является. Со шпаной связался. Все? Нет, не все. Почему ты не остановила машину? Не хочу опаздывать. Без уважительных причин. И сейчас тоже. Скажи. Я же сказала. Еще раз скажи. Ну, напиши. Гражданка, вы бы лучше не возили животных. Лучше вы извинились. Перед собакой. Гражданка, пожалуйста, осторожненько. Нет того, чтобы женщине место уступить. Правильно. Никто не уступит место. Никто. Ребяйте, пожалуйста. А это кто тебе шел? Она жив. Правда хорошо? Ребец. Ты не находишь, что так лучше не нахожу. В твоей фигуре дело вкуса. Спасибо. Какая сейчас остановка? Ласточки дадут. А потом какая? Деократная. Как собака зовут? Ну, перестань, перестань. Смотри, мальчик, как себя хорошо ведет. Хороший мальчик. Только ест плохо. Да что вы. Мам, я тоже хочу мороженое. А как у вас желудок? Что, домедное? Я признаю только гомеопатию. Льняное семя. Что льняное семя? Проехали. Извините. Пожалуйста, не возражаю. Почему-то не на заводе. Простите, Коля, может быть, я вмешиваюсь в ваши отношения, но попасть под эго женщины, это значит закон жизни. Я тебя спрашиваю. Почему ты не на работе? А что мне там делать? Мусор убирать? Металлон? Ну, хорошо, я поговорю с ребятами, и они возьмут тебя в бригаду. Человечество, друг мой, делится на две половины. Одни мусорят, а другие убирают. Так вот, если ты не хочешь быть похожим вот на этих, приходи завтра на остановку. Товарищ водитель, делай! Ровно в 5.30. Нашла время кофе пить с кавалерами. У людей дела, понимаете? Осторожнее, давай. Ну что, остановка? Да никакой здесь нет остановки. Может, в машину кто попал? Водители тоже, молодежь. Воспитывать надо. Я надеюсь, что эта очаровательная особа не сможет разбить наш дружный колес. Ну что ж, я буду платить, да? Пожалуйста, погодите, отправляйте. Ну, почему не объявляете остановок? Итак, опаздываем на урок. Дайте-ка вашу книжечку. Осторожней, Тотик. Вот, перейдёшься неприятности. Время решат, этот факт. Ну что ж, товарищ водитель, останавливаете машину, куда-то убегаете, забываете объявлять остановки. Подтягивать надо, товарищ ревизор, подтягивать. А вы меня не учите, я свои обязанности знаю. Товарищ ревизор сам знает свои обязанности и сумеет сделать орг-выводы. А вы, гражданин, выйдите немедленно. Животными не полагается. Слушайте, почему? Мне ещё далёко. Я вас прошу, не задерживайте движение. Выходите. Хочу отдадаться на пассажиров, вы бы лучше не распускали обслуживающий персонал. Ну, идите, идите. Вот вам и орг-вывод. Можете отправлять. Следующая остановка театральная. Ну что ж ты молчишь? Вот машина и та выдерживает только такую нагрузку, на какую она рассчитана. Ну, и к чему это ты? Ну, сколько можно пилить, Маш? Что я могу сделать? Ты же сама с ней говорила. Ну, и что ж ты говорила? Кто я и тётка? А ты отец. Ну, и что ж ты отец? Вот проехал бы с ней хоть один раз в троллейбусе, тогда бы ты понял. Что? Что понял-то? Ой, это ужасно. Сама разберётесь. Здравствуй, классик. Здравствуйте. Здравствуй. А что это, Соболева, ты сегодня не торопишься? Рапорт ревизора, не успев читать. Что случилось? Двести четвёртый выход, маршрут третий. Коля, тебе сегодня рано надо. Ну, чего расшумелась? Сама говорила, спят ещё люди. Молоко там, на столе. Уже не на столе. Странно, ребят, на три минуты задерживается. Никогда такого с ней раньше не было. Граждане, не забывайте оплачивать проезд. Светлана где? Соболева, Светлана. Не мешайте работать. Да это её машина. С водителем разговаривать не положено. Меня приняли в вашей бригаде. Тебя? Слушай, вам водитель говорил что-нибудь про меня? Нет, ничего не говорил. Следующая остановка листьяная. У водителей имеются абонементные книжки. Ты куда? А чё я? Спала бы ещё. Это время только седьмой час. Шесть-семнадцать. Контрольное время первого рейса. Ушла ваша Соболева. Обращайся в парк. Там всё объяснят, что и как. Эти вот все товарищи? По тому же вопросу? Ну да. Тридцать три богатыря из-за одной девчонки. Смеху. Им, видите ли, интересно знать, что с ней. А ей, видно, совсем не интересно. Откуда вы знаете? Ушла Соболева. По собственному желанию. Уволилась ваша Соболева. Вчера обходное у меня брала. Утки всем парами И с волоной волна. Все девчата с пальнями Только я одна. А, явились. А кто же вы ей будете? Мои сорок тысяч братьев. Ясно, папаша? Ага, понятно. И ничего нам не сказала. Не понимаю, как она могла уйти с такой работы? Ну скажите, какая работа. Ясно. Товарищ, новый водитель, как говорится, бескрылый работник троллейбусного парка. А ты хочешь, чтобы я за 120 рублей вместе еще крылышки себе отрастил? Да ведь с этой вашей машины жизнь в городе начинается. Первый же троллейбус. Так это он для вас может первый. А сделаешь на нем еще 15 туров. Так он уж будет тогда не первый. Что ты зубы скалишь? Вольно вы что-то смешливые. Может, от вас она избежала? Да. Да, ребят. Посмотрите, что они ей нам вещали. Кто приемник, кто стиральную машину, а кто сразу детскую коляску предлагает. Да я понял, понял, понял. Один, видно, так на себя понадеялся, что без подарков на свидание приглашают. Павел тут среди вас есть? Дядя Митя, не цепляйся к ребятам. Ну, их характер у тебя. Передай ей. Троллейбус оставила. Партнер ваш нервничает, папаша. Все ждала и видела в сердцу вопреки. Мы с тобой два берега. Я дальше. У одной зефти. Рыба! Не нужен нам ее адрес. И мы ей не нужны. Легче на поворотах. Да мы можем вообще в разные стороны развернуться. Ну и поворачивайте. Но нас в воскресенье не ждите. И без вас управимся. И без нее проживем. Может быть, можно в конце концов узнать, куда мы идем? Не знаю. И вообще, ты можешь помолчать? Могу. Пожалуйста. Только я не понимаю, есть ли у тебя плохое настроение. Причем тут я? Ни при чем? Я иду по своему троллейбусному маршруту. Хоть бы ты обиделся, что ли. Зачем? Ну, как зачем? Таскаю столько времени. Не даю спать. Во-первых, я не хочу спать. А во-вторых, просто приятно гулять в такое время. Вообще приятно? Или со мной приятно? Не надо, Светлана. Я же знаю... Что? Что я для тебя предмет неудушевленный. Вот сейчас ты гуляешь со мной только для того, чтобы не быть одной. Разве не правда? Ну, а ты возмутись. Ну, наори на меня. Перестань говорить глупости. Да, конечно, все это глупости. Давай-ка там нажми на педаль, как полагается. Спать тебе в воскресенье полагается. Все бы тебе спать. Слушай, ты что, может быть, сны интересные видишь, а? Вижу. Что именно? Комнату нашу новую вижу. Обои голубые. Желтенькие. А, ну да, желтенькие. Балкончик, выйдешь, вид с него. Хороший. Восьмой этаж. Третий. А, ну да, третий. Ванна кафельная. И кухня. Ой, герой. Ты б уж хоть во сне-то себя в ракете увидел, а не в кухне. А это тоже правильно. Не повредился? Живой, как видишь. А я не про тебя спрашиваю. На, проверь. Тангуа. Ой, раньше, что не вечер, на танцы приглашал. Та, то я хоть сейчас. Время же, видишь, где оно, колесом катится. Кто любит. Тот найдет время. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОЛИТ КОНЕЦ Валяйте, валяйте. Работа подождет. Да какая тут работа? Погляди вам в кузов. Нету больше кирпича. Да. Вот заводские придут, и мы попляшем. Да они не придут. После того не придут. Идут! Честное слово, идут. Дуся их с крана увидела, она машет мне хосынкой, а я вам кепкой. А вы не видите. А я думаю, почему? А вы потому, что здесь. Вот. И они уже здесь. Что делать? Что делать? Что делать? Задачка. А вот батя мой разведчиком воевал. Так вот он говорил. Находчивая сейсмекалка, вот что выручает. Так то ж на войне. А ты ее сейчас покажи. Да у соседей спрашивали, тоже нет кирпича. А это что такое? КЗ-21. Кирпичный завод номер 21. Надо идти к директору и брать его за жабры. За жабры? За жабры. А бригадир ваш где? Спит. Бригадир нас всех будил, он сейчас придет. А вы не учите? Да тут 37-я квартира. Еременко на третьем этаже. Нет, Соболева. А вы не из троллейбусного парка? Ну, допустим. А что? Это по поводу ухода Светланы. А почему это вас так интересует? Это не имеет значения. Могу только сказать, что она не собирается к вам возвращаться. Здравствуй, Светлана. Здрасте. А вы кто и будете? Брат или муж? А это тоже не имеет никакого значения. Простите, пожалуйста. Да. Где здесь 37-я квартира? Я из 37-й. А вы Светлана мама, да? Нет, я ее тетя. Это товарищ из троллейбусного парка. Я ему сказал, что Светлана к ним не собирается возвращаться. А ее нет дома. Ну, а если я не из троллейбусного парка? Я серьезно вам говорю, ее нет дома. Вот видишь, делегация. Чуть Свет в воскресный день. Здравствуйте. 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 Извините еще раз за беспокойство, но очень просим подписать накладную. Кирпич кончается. Сегодня последний день. Аврал. Штурмовщина. Безобразие-то, ребята. Но мы же обязательство взяли. Понимаете, товарищ Дивенький. Дело вот в чем, Петр Иванович. Игнатьич. Простите. Не для себя же мы, для людей. Куда я делал сигареты-то? Да нет, у меня свои есть. А ты что за них волнуешься? Ну, я тебя очень прошу. Вот еще заступница. Тогда вы научитесь по плану работать, черт знает что. Что? Где накладная? Вот. Это шариковая. Прошу. Прошу. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо. Большое спасибо, товарищ Дивенький. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо, Петр Иванович. А мы шли по дороге, шли и гадали, а вдруг вы окажетесь бюрократом. Что? Извините. Извините. Большое спасибо. Извините за митракойство. До свидания. До свидания. До свидания. А говорили не надо идти. И что говорил? Что говорили? Это что ж такое получается, товарищи? Безобразие, аврал, штурмовщина. Заткнись. Ребята, я думаю, что скучно и неинтересно было бы жить без штурмовщины, без аврала, без безобрания. Без трепачей. Без трепачей. Ну, молодец, что пришел. Мы тут без тебя все уладили. Уладили? Уговорили. Значит, она вернется? Кто? Как кто? А говоришь, уладили. Ну да, накладную подписали. Сейчас едем, пошли. Какую накладную? Ну, директор подписал накладную. Слушай, какой директор? Ну, что ты болтаешь? А что ты на меня кричишь? Некогда мне с тобой. Пошли. Так ты мне так и не ответил. Что? Возьмешь этого парнишку? Какого парнишку? Ну, я тебе только что сказала. Николай Чумаков. Понимаешь, я его очень подвела. Обещала устроить. Куда? Ко мне устроить? Да нет, это не важно. Ты скажи, можешь или не можешь. Ну, я не знаю. Наверное, могу. А что, толковый парнишка? Очень толковый. Ну, ладно, пусть приходят. Посмотрим. Это вот тебе на дорогу, Петь. Спасибо. Ребята там так наследили? Еще бы, ора вот какая. Не говори. Ах ты, черт возьми. Что такое? Не дадут им кирпича. Как не дадут? Не выйдет. Как-то не выйдет. А вот так и не выйдет. Да здесь же подпись директора. А вот это, что такое висит? Инструкция. Так, что в ней написано? Категорически запретить отпуск материалов в неположенное время без визы отдела сбыта и главного булгартера. Вот чья это подпись? Ну, директор. Вот ты и ну. Папаш, так он ведь только что сам ее подписал. Ну, подписал. Так он свою инструкцию забыть может, а я не могу, я при исполнении. Ребята, ну что будем делать? Вот что. А Пашу надо попридержать деликатно, так, чтобы не повредился. А ворот с петель. Правильно. Что, 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 а я на вас акция ставлю. О, так на военной службе. Сначала приказ выполни, а потом акт составляй. Правильно. Правильно, папаша. Так что сначала отворяй ворота. А потом акт пиши, а? Ну, правильно. О, нет, неправильно. Неправильно, нет. Федор, товарищ директор, ну что же вы приедете с этой бумагой? Товарищ директор, я при исполнении. А они хотят насилие применить. Насилие? Да. Молодежь тоже называется. Как же вам не стыдно, а? Столько дюжих молодцов и все навалились на одного человека. Его, говорит, попридержать, а ворота с петель. Ворота с петель? Да. Да вы что? Ворота с петель? Ворота же открыть можно. Конечно. Егор. И все. Непонятно. Да почему непонятно? Понятно. Ворота открыть недолго. Мне-то что? Только ведь за вскладом все одно нет. А ты его вызови. Попробуй вызови. Так ты же при исполнении. Я при исполнении, да. Ну так действуй. Алло. Усть теляги. Извиняюсь. Нет, это не вам. Нет, нет. Нет, нет. Мне... Меня за вскладом нужно. За вскладом, говорю. Ну что же с ним могло случиться, а? Уехал утром, до сих пор нет. Ты позвони ему на завод еще раз. Ну я уже несколько раз звонила. В кабинете никого нет, а коммутатор не отвечает. В воскресенье. Наконец-то приехал. Постали на украину. Ов preschool взвatched пролезу. Вот я отступил луну. Уехал у него. Проставка. project pasa. Колеса. Постали. Причемонстарев просто пустой сокташа. Каст назад. Астана, д's that UMCF, Ge Ч 점пать. Прибosse с الذкой?" Заходите, заходите. Ну, как машина? Хороша. Клапана только поставьте. Ну да. Передайте, пожалуйста, привет Светлане. Передам. От кого? От Васи. От Васи? Обязательно передам. От тебя тоже? От всех? Ну, заходите. Да-да. Это Вам не просто какая-нибудь грязь. Это цемент. Ясно? Его сразу не сотрёшь. Не сотрёшь. Ну, почему же так поздно, пап? Где ты был-то, Петя? Как тебе сказать? Это так неожиданно получилось. Ну, что? Что получилось-то? Я помог получить ребятам кирпич. Помог им доставить. Так. А потом один там парнишка. Щупленький такой. Вдруг говорит. А теперь папаша, отойдите в сторонку. Мы Вам покажем, как надо вкалывать. Ой. Ты понимаешь? Они мне покажут. Как тебе это нравится? Ну, и что? Ну, можешь поинтересоваться, кто кому показал. А в общем, они ребята ничего. Хорошие ребята. А ты что? Ты бы видела, какие у них были глупые лица, когда они узнали, что мы с тобой в некотором роде родственники. А почему глупые? Ну, смешные. Они никак не могли поверить, что ты моя дочь. А когда ты оказался на уровне, они поверили. Поверили. Стали о тебе расспрашивать, привет тебе передавали. Ну, я взял их и всех позвал к нам. Зачем? Они очень хотели тебя видеть. А я никого не хочу видеть. Да как же так? Они сейчас придут. Ну, как думаешь, понравится? Да мой вкус. Можешь положиться спокойно. Пошли. Да, вот все, ребята. Только без агитации. Пусть сама решает, как ей лучше. Может, у нее призвание. Голошу им принято. Единогласно. Слушайте, ребята, минутку. А, по-моему, вот что. По-моему, неудобно. Ну, что неудобно? Ты понимаешь, с такой оравой валиваются в чужой дом совсем. Как ты считаешь? Да, надо его спросить. Паша. Да не знаю, ребята. Ребята, я считаю так. Надо просачиваться. Постепенно, по одному, а потом... По-моему, там можно все сразу. Сначала пусть Пашка, а мы потом. Принято, ребята. Голошу им принято. Единогласно. Что принято? Ничего не принято. Слушай, не ломайся, Паша. Коллектив вещь хорошая, но бывает случаю. В общем, давай. Чего давай? Отчаливай, а то раздумай. Полчаса тебе на аудиенцию хватит? Хватит. В общем, так. Если за это время тебя не спустят со всех лестниц, можно считать, что прием прошел в дружественной, сердечной обстановке. И двинемся все туда. Ну, если что не так, отведем душу в кафе юность. Принято, единогласно. Аплодисменты. Маловато бутербродов, сестрица. Ничего, хватит. Они ведь ребята здоровые. У них аппетит хороший. Я вообще не знаю, зачем ты все это затеял. Ну, что ж тебе? Бутербродов жалко, что ли? Мне Светлану жалко. Не понимаю. Светлана! Принимай гостей. А я никого не звала. Я, кажется, не кстати. Да, мы ждем гостей. Хотя ты не ожидаешь, что я воспитанный человек. Я уходить сейчас не собираюсь. Ты что, хочешь мне что-нибудь сказать? Да. Светлана, можно каждый день проезжать по 300 километров и не делать ни шагу вперед. Ты же умный, ты способный и можешь и должна делать... Ты садись, садись. Это очень серьезно, Света. Я хочу предложить тебе поехать в Сибирь. Там новый научный центр. Мы будем учиться и работать. Кто мой, Сережа? Ну, я поеду с тобой, если ты не будешь возражать. А если буду? Тогда поезжай одна. Поезжай одна или с подругой. Только поезжай. Поезжай, Светлана. Я буду писать тебе. О чем? О том, что я люблю тебя. И еще о том, что я больше... Я больше так не могу. Сережа? Так зачем же мне уезжать и ждать твоих писем, если ты уже все сказал? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А где же все остальные? Они скоро придут. Ну, проходи. Вот, бригадир уже явился. Здравствуй, Света. Здравствуй. Проходи, проходи. Пожалуйста. Знакомьтесь, это Павел. А это Сергей. Мы уже знакомы. А я даже знаю, зачем вы пришли. Вы пришли уговаривать Светлану вернуться в троллейбусный парк. Сережа, ты, кажется, хотел уходить. Я передумал. Я, к сожалению, не знаю, кем вы там работаете. Кондуктором, водителем, может быть, контролером. Он бригадир на заводе и учится на заочном. Ну, знаете ли, совершенно не понимаю. Сами вы учитесь, работаете, собираетесь стать инженером, а здесь вы хотите, чтобы она всю жизнь провела за баранкой. Сергей. Дай мне, в конце концов, сказать то, что я думаю. А вы уже все сказали. Вы мне очень хорошо объяснили, чего я хочу для Светланы. Ну, а сами вы чего для нее хотите? Я хочу, чтобы она училась. Я хочу, чтобы она поступила в институт. В какой? В какой не имеет значения. Может быть, ты знаешь, в какой институт ты хочешь поступить. А ребята вчера спорили, сказать тебе или нет. О том, что они ждут тебя и скучают. А потом решили, не стоит тебе этого говорить. Чего доброго, ты вернешься, и пострадает твое призвание. Оказывается, ты выполняла просто скучные обязанности все. Слушайте, почему вы с ней разговариваете в таком тоне, как будто она перед вами в чем-то виновата? Да нет. Это мы виноваты. Придумали девушку, с которой начинается утро. А я что, просила вас меня придумывать? Просила? Вот возьму и уеду. Что ж, уезжай. И уеду. Какого вина вам? Самого кремкого. Может быть, коньяк? Нет, нет, не надо. Тогда вермут. Ну, я не знаю. Вермут, пожалуйста. Время. 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 Орен Сильев. Орен Сильев. Я запретил застой. КОНЕЦ Ну что? Давно пора бы догадаться. Ты такой хилый, щуплый. Отобьем, ребят. Уведем ее. Не будем обращать внимания. Ну, это уже будет хамство. Почему? Мы просто не видим ее и все. Я не знал, что ты так любишь танцевать. Очень люблю. КОНЕЦ Улицы ждут пустые, тает мгла. Вновь на свидание с городом ранним ты пришла. Сны по кварталам бродят, но идет рассвет. Легкими шагами за тобою вслед. Это твоей походкой в тихий час. Утро приходит, сердце тревожа каждый раз. Это лишь ты умеешь первые лучи зари. И сердцам и окнам по утрам дарить. Всех, кто рассвет и любит, ты нужна. Ты не проснешься и не растает тишина. И этим утром в город не придет рассвет. Легкими шагами за тобою вслед. Улицы ждут деревья и цветы, Чтобы проснулась и улыбнулась утру ты. Утро приходит в город, входит в каждый дом. С первой улыбкой на лице твою. Утро мы едем. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!